Всем привет! Время 7.30 утра, 5 ноября. Я нахожусь в Бутаковском ущелье и сегодня я иду на пик Букреева. Субтитры создавал DimaTorzok Пошел по дороге на Бутаковский водопад, открыл навигатор, смотрю, поворот был, оказывается, уже здесь. То есть вот он, перевал лесной. Видимо, где-то здесь мне нужно перейти в речку и подниматься вверх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Присел отдохнуть. Здесь вот такие лавочки. Такой офигенный вид. Поднимаюсь по лесному перевалу. Достаточно тяжело с непривочки. Виды открываются офигенные. В общем, я поднялся на перевал лесной. Достаточно крутой был подъем. Вот он. То есть вот я шел по той тропке и сюда подошел к подножию перевала. И вот такой вот резкий перепад высоты. Причем навигатор показывал мне обойти где-то там, как будто бы там есть что-то типа серпантина. Кстати, вот она, тропка, наверное, идет более пологая. Но я, как обычно, никаких путей не ищу. Здесь уже, получается, на этом перевале идет тропа уже по, я так понимаю, по хребту к пику. Иду по Пугутаковскому перевалу. Но идти не очень комфортно. Надо какие-то хотя бы, наверное, снегоступы. Или какие-то кошки маленькие. Потому что здесь уже идет наледь. И достаточно скользко. Пока все, продолжается подъем. То есть я набираю высоту. Я думал, что после вот этого лесного перевала набор высоты будет более пологим, но нет. Здесь все идет набор и набор. Все больше и больше. Причем резкий набор. Посмотрим, что будет дальше. Может быть какая-то плата небольшая. Сегодня в Алматы обещали дождь весь день. Пасмурно. Я даже думал, что не идти сюда. То есть я расстроился. В итоге здесь в горах солнце. И даже становится жарко. Такая здесь красота. Зимняя сказка. Давайте посмотреть. Туда вот вниз. Будет видно, что мы выше облаков. И внизу все пасмурно. Возможно даже идет дождь. Возможно. Возможно. Современные должны надеяться. Продолжение следует... Прошло 3 часа, каждый час я останавливаюсь попить чай. Но я уже подхожу, то есть вот он пик Букреева, я уже вижу тот самый колокол, в который надо позвонить, чтобы почтить память этого великого альпиниста. Продолжение следует... Друзья, я нахожусь сейчас своего рода на седловине. Вот она, тропа на пик солнца, закрыта облаками. Прямо на глазах видно, как облака затянули вершину. Вот здесь такие виды офигенные просто. Осенний, зимний лес. Очень красиво. Я иду на вершину. Все заволокло. Но осталось совсем чуть-чуть. Можно сказать, финишная прямая. Друзья, я поднялся на вершину. Значит, погода я загладил, конечно. Все затянуло. Ничего не видно. Вот он, этот колокольчик. Все в тумане. Сейчас съел покушать. В общем, что я хочу сказать. Это действительно не прогулочка. Это восхождение настоящее самое. Пусть гора не такая высокая. Но сейчас, вот осенью, все-таки лежит снег. И достаточно скользко. И если бы я пошел бы еще раз сюда, или когда я пойду на другую вершину, я, наверное, все-таки возьму с собой кошки. Многие ходят так в францовках, но в кошках, мне кажется, будет все равно комфортно намного. Да, снег такой мягкий, в принципе. Все равно есть места налить, где скользко. Скользко. И вот здесь уже, на подножии к вершине, именно где идет штурм, тут бы я одел, наверное, кошки. Я спустился обратно на перевал лесной. Если бы у меня были кошки, я бы сделал это в два раза быстрее, это точно. Но обратная дорога мне не показала никаких красот. Видимость была метров 10. я просто шел, увидел впереди трубку. И все равно. Так что, я неço. Все, я спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok